Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы продолжаем беседы с архипасторем. И сегодня поговорим о духовной музыке и пении в храме. Здравствуйте, владыка! В своей книге «Полюбить церковь» вы пишете, что духовная музыка – особое явление в жизни церкви, а церковные песнопения несут в себе глубочайший смысл и неисчерпаемую пищу для души. Владыка, какая же духовная музыка должна быть в храме? Духовная музыка сопровождает богослужения, как принято говорить, с незапамятных времен. Это действительно неотъемлемая часть богослужения, причем как ветхозаветного, так и новозаветного. И наибольшего своего развития, конечно же, духовная музыка получила в христианском богослужении, богослужении православной церкви, в частности, русской православной церкви. Музыка за богослужением должна соответствовать тому, что происходит в это время в храме. До некоторой степени богослужебная музыка – это музыка служебная или функциональная. Она призвана раскрыть более полное воздействие на чувства, эмоции человека, смысл того, что поется в храме, смысл богослужебных последований и создать определенную атмосферу, которая помогает человеку молиться и помогает человеку в его общении с Богом во время богослужения. Поэтому сразу можно сказать, что та музыка, которая не помогает, а отвлекает, мешает, она не соответствует своему предназначению. А кто должен исполнять эту музыку? Профессионалы или любитель самоучки? Вы знаете, на мой взгляд, это неправильное разделение. Конечно же, церковную музыку должны исполнять любители в таком старинном русском смысле этого слова, как люди, которые любят то, что они делают. И при этом они должны быть профессионалами. Профессионалами музыкантами, профессиональными певчами, профессиональными певцами хоров. Это две вещи совершенно неразделимые. Если этим занимаются люди профессионально грамотные, но при этом неверующие или равнодушные к тому, чем они занимаются, музыка никогда не станет церковной. Самые хорошие образцы, замечательные образцы распевов или авторских композиций, они будут исполнены так, что практически не найдут отклика в сердце верующего человека. Ну и, конечно же, если люди очень хотят петь в церкви и стараются петь в церкви, но при этом музыкально неграмотно, или у них просто нет слуха, как это бывает иногда, конечно, при всем их добром настроении, при всем их желании, это тоже не будет настоящим церковным пением. Вот это сочетание любви к исполняемому делу и профессионализма, вот оно единственное правильное такое сочетание для богослужебного пения. В своей книге вы рассказываете о известных регентах. Вот многое ли зависит от регента? Ну, конечно, он должен представить, он должен сам настолько глубоко прочувствовать все это, чтобы суметь передать это хору, который, в свою очередь, своим исполнением передаст эти чувства, мысли тем людям, которые стоят на богослужении. То есть, конечно, регент – это человек, которым как бы фокусируется вся смысловая нагрузка богослужения. Возможно ли вот тех певчих, которые не имеют профессионального образования, научить? Есть ли такие специальные курсы, школы? Во-первых, возможно, и не только возможно, так делается и делалось всегда. Если мы вспомним историю, самые замечательные певцы и у нас в России, и за рубежом, еще 50 лет тому назад, а уж не говоря, 100 лет тому назад, получали первоначальное музыкальное образование именно в храме, в церковном хоре. Самые разные певцы, начиная от народных, таких, как Лидия Андреевна Русланова, и заканчивая такими, как Федор Иванович Шаляпин. Это было место, где люди, поскольку хоры были везде, в каждом селе, это место, где люди могли проявить свои таланты и потом развить их уже на другом поприще. Поэтому, я думаю, что всегда есть возможность научиться. И вообще-то при хорошем храме, городском храме, где есть такие возможности, я думаю, очень правильно организовывать такие хоры самодеятельные, из обычных прихожан, в которых люди, поющие там, должны постепенно становиться профессиональными церковными певчами. А возможно ли научить прихожан слушать и слышать духовную музыку? Для этого, во-первых, хор должен петь хорошо. Во-вторых, священник в общении с прихожанами должен об этом говорить. И в-третьих, должно пройти какое-то время. Тогда. И в-четвертых, наверное, еще нужно слушать хорошие образцы церковного пения. Сейчас есть множество записей, огромное количество. И человек, интересующийся, найдет целое море совершенно прекрасных образцов церковного пения, которые можно слушать и на которых можно воспитывать свой вкус. Спасибо большое, Владыка. До свидания. Ну, сказать, что конкретно, какой рождественский стол должен быть у христиан, если мы возьмем типикон, то там написано так, что в эти дни мирянинам разрешается пища на все, то есть и мясо, и рыба, и яйца, и молоко. Монашцу им же на рыбу, яйца и молоко разрешается. Но, а каким он будет? Наверное, в каждой семье есть какие-то свои традиции. Кто-то, может быть, рождественского гуся приготовит, кто-то там, я не знаю, кто на что способен в своих кулинарных фантазиях. Но самое главное, рождественский стол должен быть каким? Когда тогда мы все приготовим и будем в предвкушении наслаждении этого стола, то надо от этого стола какой-то кусочек отдать тому, у кого этого стола нет. Вот тогда этот стол будет рождественский и радостный стол. А то какая радость разделять эту пищу с теми, кто сам имеет больше, чем мы имеем, может быть, даже. Поэтому и святки, они посвящаются не для того, чтобы в эти дни есть, пить и веселиться, а для того, чтобы успеть створить как можно больше добрых дел. И тогда и радость будет совершенно, что ты знаешь, что ты кого-то накормил. Вот это и есть рождественский стол. А что мы сможем поставить на этот стол? У каждого по своим возможностям, по своим желаниям, конечно же, Бога ради. Я думаю, это так. А что такое колево или сочево, это одно и то же, можем сказать, и кутия. Это размоченные зерна пшеницы, либо сваренные зерна пшеницы, и сдобренные либо медом, либо каким-то соком. Бывают два дня, когда сочельники рождественские и крещенские, и как бы в эти дни стараются питаться сочевом. Но это не обязательно, и это даже не то, что не традиция, но это и не обязательно. То есть, если не этого сочево, или, может быть, кто-то и не кушает пшеницу, можете съесть яблоко. Ни к чему это не обязует. Многие даже не едят в эти дни. Вот смысл сочевого колева это в том, что это зерна. И она обоснована на том, что Господь говорит, если пшеничное зерно в землю не упадет, то оно упадет и не умрет, то оно будет одно. А если умрет, тогда оно принесет плод. Так и поэтому кутья, которая бывает поставлена для поновения усопших, как бы именно знаменит о том, что человек умер для того, чтобы стать в новой жизни. И еще сочево, она как бы нам преподается для вспоминания святых отроков Даниила, Азария, Месаила. Она не Азария, Месаила и Даниила. Эти три отрока, когда-то Вавилонский царь, захватив Израиль, то велел со всех колен собрать самых лучших отроков, чтобы для того, чтобы их воспитывать. Но и чтобы они дали были царедворцами при его дворе. Но эти четыре отрока, главе с Даниилом, отказались от принятия пищи, которую приносили им с царского стола, и вино, и ясу с царского стола. А все это для того, чтобы они были самыми красивыми, самыми умными. Воспитание такое получили. То начальник, который был поставлен над ними, испугался, что если они не будут вкушать этой пищей, то они будут силыми и здоровыми. Тогда Даниил сказал, дайте нам 10 дней, и если после 10 дней вы увидите, что с нами ничего не произошло, то тогда мы будем продолжать поститься. Начальник согласился, и через 10 дней, когда появились эти отроки, то они были самыми красивыми и самыми упитанными. Тогда он разрешил им поститься, не нарушать закон Божий, который они хранили свято. И зато Господь и даровал им всем иметь разум и мудрость, а Даниилу даже и пророчество и толкование снов. Это укор даже нам и нашим родителям, которые говорят, такой ребенок нельзя, надо от мяса, чтобы был умнее, надо кормить тем-то, тем-то, тем-то. А эти 3 отроки, 4 отраков, кушали только овощи и воду. И оказались самыми красивыми и самыми умными. Так что пост обратно же тут. И воспоминание как бы о том, что именно так отроки постились, вкушают это с учебой. И по этой еще причине. Вино, конечно же, можно, но сколько? Сам Господь благословляет. Если вы помните, то первое чудо, которое совершил Господь, это когда Он в воду превратил в вину. Для чего Он это сделал? Для того, чтобы был праздник достойный у этих молодоженов. Чтобы как бы их поддержать и не унизить их перед другими, чтобы вот не запасли там вина и тому подобное. И сам про Себя Христос говорит. Пришел Иоанн Креститель. Не ест, не пьет. Говорят, Он бесы имут. Пришел Сын Человеческий. Ест и пьет. Что говорят? Он любитель есть и пить вино и друг моторям и грешникам. То есть здесь Христос говорит о том, что Он и Сам пил вино. И также, если вспомним последний день, вернее, последние моменты жизни Христа Спасителя, когда Он сидит со Своими учениками, то Он что? Благословляет чашу с вином и предлагает своим товарищам, апостолам, чтобы пили они из этой чаши вино. Так что оно благословлено за девять веков до Рождества Христова. Псалом 5-й Завет написал. И вино веселит сердце человека. Но обратно же должны знать и миру. А то у нас, получается, пропустил рюмку, а дальше забыл сколько. Вот чтобы такого не случалось, еще раз скажу, что святки, они предназначены не для того, чтобы есть, пить и веселиться, а для того, чтобы творить доброе дело. Свет благодати становится еще ближе к миру, если к нему приблизился монастырь. То же самое можно сказать о женском монастыре Михаила Архангела, расположенном в селе Комаровка Ульяновского района, в 40 километрах от Ульяновска. Его история не характерна для постсоветского периода. Как правило, монастыри возникают на месте старых обителей, имевших свою историю. Михаиловский монастырь был основан в 1994 году вокруг бывшего приходского храма Архангела Михаила. Тремя годами раньше, объезжая пределы епархии, епископ Симбирский Меликеский Брокол, ныне усопший, обратил внимание настоявший несколько особняком от домов села Комаровка полуразрушенный остров храма. Когда я сюда прибыл впервые, то здесь был полуразрушенный храм и сторожка крышей на полу. Вот и все. Остальное было просто подбище. На отделанных формованным кирпичом узорных стенах старого храма росли березы. Как гласит история, храм был построен в 1918 году. Известно, что два года священником в ней служил святой земли Симбирской священно-мученик Александр Гневушев. Церковь была закрыта в 1932 году. Затем неоднократно предпринимались попытки разрушить храм полностью. Даже взрывали динамитом. Он сильно пострадал, но выстоял. Полуразрушенный храм был в ужасном состоянии, однако его обрамляла живописная местность, что напомнило епископу Проклу обитель в Пюгтицах, в далекой Эстонии. И он сказал тогда, здесь будет основан женский монастырь. У строительницы монастыря была назначена инокиня Марина, бывшей насельницей свято-троицкого женского монастыря Коломны, ставшая впоследствии игуменей Магдалиной, настоятельницей обители. Владыка Прокл знал об ее архитектурно-строительных познаниях. Когда здесь уже образовался монастырь, то храма этого сельского не хватало на всех. По праздникам приезжало много народу, и многим приходилось стоять на улице во время службы. Поэтому реконструкция храма была насущным вопросом для монастыря. И его стали расширять. Ульяновский архитектор Дмитрий Нецветаев сделал проект реконструкции храма, который позже был доработан институтом спецпроекта реставрации. В результате храм увеличил свою площадь примерно в два с половиной раза. У него очень сложная посадка на местности. Он стоит, скажем так, на холме. И для того, чтобы его расширить, нам пришлось сделать подпорную стенку и вход делать по бокам. Поэтому пластика архитектурная довольно интересная. И получилось, которая нас отсылает к деревянному зодчеству. Вот таких кирпичных воплощений, деревянных форм, наверное, единицы, если вообще нет. Объем работ был колоссальный, но реконструкция храма прошла удивительно быстро, всего за два года. Золотые купола, которые сейчас венчает храмовое сооружение, были изготовлены Челябинской фирмой. Как говорит архитектор, пришлось сделать больше десяти вариантов возможных воплощений этих куполов. Возникли претензии у изготовителей, потому что привезти главный купол было проблематично из-за его большого диаметра. Тем не менее, несмотря на то, что и матушка была согласна уменьшить диаметр, я настаивал на том, что это делать не стоит. И главный купол у нас остался таким, каким проектировался, и это оправдало себя. Купола устанавливали при владыке Феофане, ныне усопшего, и он же их освящал. Внутри храм тоже поражает своей красотой. Храмовое убранство полностью выполнено из дерева. Внимание привлекает иконостас главного храма монастыря. Это дел рук прекрасного мастера и человека Александра Шалана. Конечно, все сделано после многочисленных согласований с матушкой-ягуменей Магдалиной и по эскизам матушки Иннокентия и архитектора Дмитрии Нецветаева. Жемчужный иконостас – это царские врата, которые сделаны с включением элементов из спеченного стекла. Это уникальный опыт. Опять же, нам подсказал Александр Николаевич Шалан, благодаря тому, что у него знакомый занимается этим спеканием стекла. Обрамление вокруг икон тоже из спеченного стекла. Когда зажигается свет в иконостасе, эти витражные элементы переливаются приятным для глаза светом. Позже Александр Шалан сделал много мебели для монастыря, в том числе отреставрированный. Лестницу, которая ведет на колокольник, балкончик клироса, все резные работы по дереву. Среди святынь храма есть икона, которую хранили местные жители долгие годы до его возрождения. Это чудный образ Владычицы Богородицы, Казанской Божьей Матери. Она в нашем храме, в нашем монастыре была в егуменских покоях у Матушки Егумени. Лик был темный, но с какого-то времени, Матушка, ну, лет 15 назад, Матушка заметила, что лик просветлел. И мы по благословению Матушки крестным ходом перенесли образ в храм. Матушка Егуменя заказала киот, подобный киоту жадовской иконы Божьей Матери. И с тех пор пошли поклониться святому образу верующим. В своих молитвах они просили Божьей Матери и получали исцеление. В дар Пресвятой Богородицы молящиеся оставляли то, что могли пожертвовать. Приношение Матушка Егуменя отдала ювелиру, который сделал изящное обрамление для Вика Божьей Матери. Рядом находится еще одна чудотворная икона Иверской Божьей Матери. Ее копия была заказана специально для монастыря одним прихожанином и привезена им из монастыря, расположенного на священной горе Афон. Не менее значимой считается икона «Покров архистратига Михаила». Ее написал в 2000 году ульяновский иконописец Алексей Яковлев. В ней зримо воплощено видение, явившееся владыке Проклу во сне. Архангел Михаил, осеняющий своим благословением, строящийся монастырь. Также среди святынь храма находится мощевик с частицами святых мощей, которые по вере церкви служат залогом присутствия святых при богослужении. Здесь у нас и все старцы Оптинские, и наш Андрей, частицы его Андрея Божьейного Симбирского, и Матронушки Московской. Много здесь различных, к которым можно приложиться и помолиться. Мария Магдалина, святая равнопосленная. Эта святынь тоже великая. Это говорит о том, что святые вместе с нами. Вместе с нами. И всегда мы молимся им и просим о чем-то, что и исполняется по вере нашей. Год назад в храме монастыря появилась еще одна святыня. Мощи святой великомученицы Варвары. Они были подарены владыкой Иосифу. Мощи эти были привезены из Киева. Вы знаете, что мощи находятся в Киеве, и здесь находится целая глава. Такой святыни нигде в мире нет. Вот целая глава находится у нас. Спускаясь от храма Архангела Михаила вниз по склону, мы подойдем к трапезной. В этом здании на втором этаже расположен домовой храм Жон Мироносец. Тех, кто следовал за спасителем в его путешествиях и помогал ему. Иконостас здесь расписан монахиней Зосимой. Она по образованию художник. Храм небольшой, но он как бы во время, когда у нас реконструировался храм, Архангел Михаил, он нас очень выручал, потому что шли бы во служение в этом храме непосредственно. Этот храм для монастыря важен еще и тем, что именно здесь проходит особенное таинство по стрику монашества. Это таинство к нему и долгими трудами, и годами идут. Сестры, которые желающие поступать в монастырь, приходят, трудятся, молятся. И если все-таки у них появляется желание на этом пути встать, они принимаются в послушники, послушницы. Матушка одевает их послушницы, дается богородичное платье, платок, пояс четкий. И с этого дня становится на путь к монашеству. Другая ступень, подготовительная к монашеству, которая утверждена в монастыре, это иночество. Иноческий постриг опять же совершается по желанию сестры. Это символическое пострижение волос. Инокиня благословляется носить рясу, камеловку и четку. И иногда нарекается новым именем в честь нового небесного покровителя. Постригает иночество игумене монастыря. Монашество внимается в то время, когда человек уже в душе и в сердце согласен действительно свою жизнь всю посвятить Богу, служению Богу, как говорят, до конца дней своих. Чтобы и молитву, и трудом своим помогать не только себе, а всем людям. Мы были в монастыре на кануне Михайлова дня, престольного праздника. Поэтому в трапезной, расположенной прямо под храмом, и в пекарне работа кипела. Пекли и разрисовывали пряники, традиционное угощение к этому празднику. Рецепт пряников и макеты рисунков разработали сами сестры. Мы с Божьей помощью, по Матушке на Богословении, разработали такой рецепт постного пряника и постной глазури, и постного шоколада. Чтобы, если человек его вкусил и в постный день, и если праздник попадает и в день такой, чтобы можно было в любое время его, как говорится, порадоваться и вкусить его. Во славу Божию. Третий храм в монастыре – надвратный, который находится над вратами в монастырь. Он освящен в честь святителя Григория Паламы. Святитель Григорий Паламы написал много трудов, связанных с монашествующими. С монашествующими. Особенно о том, писал он, как молиться, с усуществом молитвой, как добиться созерцания Божьей, как почувствовать Бога, благодать Божией. Без молитвы немыслима жизнь обители. Весь распорядок монастырской жизни строится в зависимости от молитвенного правила и церковных служб. Службы у нас начинаются в 4 утра и заканчивается в 8 вечера. Это суточный круг богослужения. В 4 утра с полоншницы, затем утренние, затем часы, литургия, когда она есть, не каждый день у нас, и вечерняя, затем еще вечером. Молебен на воскресенье бывает у нас Михаил Архангелу. Раз в месяц панихиды бывают по субботам. И молебен на воскресенье, каждое воскресенье по требам. Чтобы монастырская жизнь была четко отлажена, в обители каждой сестра несет определенные послушания. На клиросе, на колокольне, в просфорне, на кухне и в трапезной, в резнице, в пошивочной мастерской. Сестры выполняют работы по уходу за цветниками, поддерживают чистоту и порядок в храмах, в часовне и в сестринском корпусе, стирают и утюжат белье, проводят экскурсии по монастырю для паломников, принимают участие в создании и поддержании монастырского сайта. Читает неусыпаемую ксалтырь, трудится на монастырском подворье. Сегодня Михайловский женский монастырь раскинулся на холме и занимает более трех гектаров. По его юго-западной стороне за 25 с лишним лет разрослись монастырские сады. Центральная территория засажена елями, соснами и каштанами. Восточная сторона холма отведена под огород, теплицы и пчельник. У подножия холма монастырский прод. Вода в него поступает из святых источников. Местной достопримечательностью является колодец со святой водой, который назван в честь архангела Гавриила. Он находится в 50 метрах от игуменского корпуса. Говорят, что эта вода очень многим помогла справиться с болезнями и поставила на ноги, несмотря на неутешительные прогнозы врачей. Недалеко от колодца есть другой святой источник архангела Михаила. По благословению архиепископа Симбирского и Меликесского Прокла стараниями населенность обители на этом месте была устроена и освящена часовность с купелью в честь архангела Михаила. Вода в купеле лечебная, наполняется из трех родников, проходит через пласты голубой глины. Ее температура зимой и летом выше 4 градусов не поднимается. Здесь люди приезжают и во исцеление души и тела по молитвам, их усердию. Молятся архангела Михаила, просят у него помощи. И люди здесь исцеляются, окунувшись в эту святую воду. Еще одна купель стоит прямо на пруду. Как правило, она используется во время крещения. Посетив монастырь, мы убедились, что это место – удел для избранных. Здесь принимают тех, кто жаждет исцеления. Однако монахами и монахинями не становятся в силу тех или иных жизненных обстоятельств. Ими рождаются. Это воины на поле духовной брани. И чем крепче обители, тем меньше в мире войн, скорби, болезней. И пока есть монастыри, есть молитва за мир. И тем спокойнее живется нам с вами в этом мире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok